АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы, наверное, вот, может, недавно была передача по поводу Игоря Гарина в том числе. Помните, что кто-то видел эту передачу? Есть такие? А Гагарина там, что Гагарин не первый космонавт? И так далее. Видели, да? Ну, это действительно правда. Потому что Гагарин не первый космонавт. Гагарин первый космонавт, вернувшийся живой. Вот это правда. Потому что все остальные, которые были запущены до него, погибли. И к тому же, ну, есть, я думаю, что эта информация достоверна, что наши были и раньше американцев на Луне. Только они были с билетом в одну сторону. Не нужно объяснить, что такое, да? Фильм такой даже показали. Недавно были, да? Ну, вот, не видел фильм. Это как, знаете, как вот другим не понять менталитета наших людей. Потому что когда я с одним другом, который довольно-таки хорошо уже многое знает, но все равно у него был непонятно фильм. Я уже говорил, потом повторюсь. Когда чернобыльская авария была, там один работник, автоматик не работал, он должен, никто его не заставлял, денег предлагал. Он прыгнул в кипящую тяжелую воду. Ну, понимаете, что означает, да? Доплыл и руками, ручной открыл, пока не погиб клапан, чтобы не произошел взрыв полный объем. Вот. А почему-то сделал. Для их менталитета сложно понять. Значит, ему должны или запугать, или большие деньги предложить. А тут человек, никто не заставлял, никто не стоял. И вдруг сам прыгает, зная, что погибнет, и делает. Вот, понимаете, вот пока они не поймут, что великий народ строится тогда, когда есть такие люди, которые готовы жертвовать собой ради других и не ищут в этом ничего. Не слава, потому что ему слава с мертвым не нужна. Кому мертвым же слава, скажите? Что ему легче станет? Ну, он может услышать сущности, но это может быть приятно, но толку этого мало. Это человек делает, потому что у него внутренние потребности есть. Состоянно такое вот именно... А другим многим народам это просто непонятно. И вот то, что наш народ и другие народы, коренные, которые прожили вместе, вот на этой территории, больше ста тысяч лет. Кто читал мои книги, немножко знает об этом. Потому что эту книгу запретили, но в некоторых статьях я об этом пишу тоже. То, вот именно благодаря тому, что они могли, наши предки, жертвовать собой, и для них было позором, единственное, измена Родины, предательство, это было хуже смерти. Вы знаете, кого считали самыми худшими рабами? Славян. Только малых детей, если брали, то тогда могли их подавить. Ну, не все, но в большинстве своем, конечно. Потому что они все время пытались убежать, вернуться на Родину, освободиться. А другие народы в рабстве пробывали и так далее. Хотя вот религии придумывали ход тысяч лет назад, хороший ход, такую подложили свинью. И то, это, так сказать, до 90% населения в местах урезали, чтобы оставить так мало детей, чтобы навязывать новое, как говорится, мировоззрение, фальшивое, мировоззрение рабов. Ведь христианство, суть христианства, это культ смерти. Мне не нужно объяснять, наверное, здесь я сейчас прекрасно понимаю. И что самое главное в гладителе, это умереть. И что, и говорится, что вот эта вот жизнь, это ад здесь. Вот когда ты подохнешь, вот тогда ты обретешь рай. Если будешь слепо, безропотно подчиняться всему и всяк. А если только будешь бунтовать, измущаться, ты попадешь опять в ад. Из ада в ад, да? Это религия придумывана для рабов. И только вот в 16 веке, когда, в конце, была новая комбинация, когда ведийские традиции были введены в христианский, как говорится, обиход, то тогда, так сказать, многое уже удалось достичь. Ну, тоже опять был разговор и так далее. Но в любом случае, вот именно, даже несмотря на это, даже вот в таких ситуациях, вот в критические моменты у народов России и русско-русов, в том числе, в первую очередь, потому что наше большинство в любом случае, правильно? И гибнет большинство, все кричат и так далее, но все признают, что в той же самой войне славян погибло 80% из всех со с лишним народов, которые более 130 народов проживало на территории Советского Союза, да? То на один народ, в принципе, потому что я не разделяю русов, украинцев, белорусов, это искусственное разделение. Потому что генетика, исследование генетики, к тому же, я понимаю бы нашей генетики, так сказать, которому вы заинтересованы найти что-то, да, такое дело будет, а когда исследование генетиков западных показало, что генетика русского, точнее, руса, украинца, белоруса, 100% тождественна. В чем это говорит? Что это один, единый народ. Просто, который искусственно разделяют, натравляют друг на друга, и самым больше кричат о национализме в этих странах, те, кто к этим народам никакого отношения не имеет. Потому что именно более 100 тысяч лет на территории Советского Союза, потом в России проживали многие народы, которые именно бок о бок сражались, защищали землю, поливали кровь свою рядом. И никаких преследований, а вот преследований начинались, именно гнетение, геноцид. Я считаю, в основном это, ну, первое, это, конечно, ну, тогда казалось всех, это вот, когда крестили Русь, так, а потом, когда власть захватили Романова, ну, продолжаясь, большевики и так далее, геноцид шел, в основном, русов. Самые бесправные жители Российской империи были русские люди, то есть русы, в принципе, потому что исказить, убрать, нужно, так сказать, русский. Русский может быть язык, вот действительно, когда, когда привыкаешь, действительно, не обращаешь внимания, что все везде, француз, французский, немец, немецкий, тоже сам украинец, украинский, белорус, белорусский и так далее. И только у русских, русский и русский, прилагательный, там и там. А мы русы, то по национальности русы, а наш язык русский, правильно, культура русская, но мы русы. Так вот, вот три народа, это не три народа, это единый народ, который искусственно разделяется и все дальше и дальше раздирается. Это разделяя власть, политика очень хорошо известная, всем, наверное, уже паразиты действуют весьма эффективно. Поэтому, вот то, что дух, как и сказка, тот русский дух, тот Русью пахнет, так, он не случайно везде звучит, потому что, в других странах, вот это понятие, они даже не могут понять, что это такое, чем уйдят, потому что они хотят все это взять, вот пощупать, вот так, а это состояние души, а не денежки, которые можно пощупать. Играет музыка, Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok